Последний вопрос, который нам нужно обсудить с вами сегодня, это какой именно греческий язык мы изучаем. Почему вообще возникает такой вопрос? Ну, потому что греческий язык, он изменялся, он развивался со временем, и поэтому нужно немного поговорить об особенностях того варианта греческого языка, на котором, собственно, был написан Новый Завет. Ну, прежде всего, о греческом языке нужно знать, что греческий язык представитель индоевропейских языков. К индоевропейскому языкам принадлежит весьма широкий спектр языков, к ним принадлежит, с одной стороны, санскрипт, например, использовавшийся в Индии, с другой стороны, принадлежат славянские языки, и где-то вот в этой большой семье, где и латынь, и германский, и все прочие, где-то в этой большой языковой семье есть и греческий язык. То, что и славянские языки, и греческий язык принадлежат к индоевропейским, для нас это, конечно, хорошая новость, потому что мы можем ожидать определенное родство между этими языками, и это родство помогает нам в изучении греческого, потому что какие-то конструкции, мы увидим с вами, они встречаются как в греческом, так и в русском языке, и, конечно, для нас это такой определенный бонус в понимании языка. Что касается, собственно, самой истории греческого языка, то греческий язык – это язык эллинов, которые примерно в 2000 году до Рождества Христова населили территорию вокруг Эгейского моря. Эллины – это такое самоназвание, греки – это римский термин для наименования Греции и жителей этой территории, а сами они называли себя эллинами, и территорию они называли Элладой. Что касается каких-то письменных свидетельств о том языке, то самое древнее, что пока было найдено, это такой вот фрагмент надписи XIII века на мекенском диалекте греческого языка. Американское письмо, если вы на него посмотрите, оно достаточно сильно отличается от того внешнего вида греческого языка, к которому мы привыкли, совсем другой алфавит, и даже на самом деле это не алфавит, это еще слоговое письмо, и каждый значок здесь обозначает отдельный слог. Это вот так называемое линейное письмо Б XIII век до Рождества. Не очень много у нас свидетельств с тех древних времен, и на самом деле большая часть доступных археологам свидетельств, она где-то появляется, начиная с VIII века до Рождества, и в VIII веке мы застаем греческий язык, разделенный на различные диалекты. Почему он разделился? Греция достаточно естественно, это объясняется географическими причинами, Греция достаточно гористая местность, и вот горы создают такие границы между теми или иными поселениями, плюс так называемые города-государства, которые каждый существует независимо, плюс достаточно много островов и колоний, которые тоже, в общем, не слишком тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому такое географическое разделение людей привело и к языковому разделению между ними и возникновению множества диалектов. Ну, чтобы представить себе, что такое диалекты, как вот диалекты разные могут звучать, просто, например, подумайте о славянских языках, возьмем русский, украинский, белорусский, если вы слышали эти языки, вы понимаете, что между ними много общего, и какие-то слова, какие-то фразы звучат знакомы, и какие-то отличаются. Так что примерно такая же ситуация была и в Древней Греции, когда вот в каждой местности какой-то свой вариант греческого языка. Среди диалектов самые крупные – это дарийский, арилийский, ионический диалект, ну, и потом, как ветвь, как сестра ионического диалекта, это диалект отический. Если говорить о такой древней греческой литературе, то, конечно, нужно вспомнить Гомера, где-то примерно в районе VIII века, хотя есть споры с датировкой о его жизни, написавшей великие произведения Илеада и Одиссея на ионическом диалекте, во многом определившем развитие литературного языка. Ну, и вообще классическая греческая литература прежде всего начинает развиваться, вот, особенно в веке VI, среди людей, говоривших в одном ионическом диалекте, но потом территория этого диалекта во многом завоевывается Персией, которая отвоевала многие земли, принадлежащие эллинам, но афины выстояли в борьбе с Персией, победили, и отический диалект, диалект Афин, становится важнейшим, главенствующим среди греческих диалектов. Это язык искусства, язык философии, язык такой вот золотого века греческой цивилизации, классический греческий язык. Уровень, прелесть отического диалекта греческого языка настолько велика, что потом, в течение еще более двух тысяч лет, после вот этой золотой веры Афин, где люди, пишущие на греческом языке, будут пытаться воспроизводить какие-то особенности отического диалекта, он все время что-то такое, очень даже искусственным образом построено, потому что отический диалект давно ушел в прошлое, что-то подобное все-таки будет встречаться. Но дальнейшая судьба греческого языка связана с тем, что Филипп Македонский завоевал Афины, а сын Филиппа Македонского, Александр Македонский, Александр Великий, создав армию из эллинов, говоривших на различных диалектах, направился на завоевание мира и в этом мероприятии претерпел достаточно значительный успех, создав огромную империю. Это повлияло на развитие языка следующим образом. Во-первых, в армии Александра были представители, говорившие на различных греческих диалектах. Самый Александр, кстати, будучи учеником Аристотеля, он говорил на артическом диалекте греческого языка, но в армии его были представители разных диалектов, которые постоянно вынуждены были общаться друг с другом во время своих многолетних военных походов. И из этой смеси диалектов потихонечку формировалась некая общая речь, формировался некий общий диалект, на котором заговорила армия Александра. Когда была завоевана огромная территория, завоеванные народы вынуждены были учить язык завоевателей. Зачастую они учили его в качестве второго языка, ну, их был свой родной язык по рождению, но для того, чтобы жить под властью завоевавших их греков, они вынуждены были учить греческий язык, и они опять-таки учили эту более-менее сформированную общую речь, общий диалект. И так как для многих это был второй язык, то в процессе изучения они еще более упрощали тот язык, который они изучали, и уже когда они начинали его применять, получалось что-то совершенно сглаженное и достаточно простое. Настолько эффективна была деятельность культурная греков на завоеванные территории, что фактически вся завоевованная территория Александром территория, и даже после смерти Александра, и после распадения его империи на несколько мелких империй, продолжила говорить на греческом языке. Причем этот греческий язык, на котором они говорили, это такая вот смесь диалектов, приведшая к упрощению языка, язык, использующийся в качестве второго, что привело к еще большему упрощению этого языка. И вот этот вот смешанный и упрощенный греческий язык обычно называют словом кайне. Ну, или если целиком фразу использовать, кайне диалектос. Диалектос. Кайне диалектос – такой общий язык, общая речь. Но часто просто прилагательное кайне общее используют для названия вот такого рода греческого языка. Вот этот язык стал языком международного общения. Когда римляне завоевали всю эту территорию, когда она вся нами оказалась под властью римлян, они не смогли насадить латинский язык. Латинский язык во многом остался языком Рима. А эта территория, даже будучи под властью римлян, продолжала говорить на греческом языке, так что и римские императоры в определенные периоды времена вынуждены были издавать свои указы на греческом, чтобы на этой территории их понимали. Если говорить о каких-то временных рамках существования вот этой общей речи, кайне, то это примерно с 330 года до Рождества, когда начинаются завоевания Александра Македонского, и примерно по 330 год после Рождества, когда столица Римской империи переносится в Бизантию, в будущий Константинополь, ну и начинает формироваться Восточная Римская империя, и теперь уже на Востоке все еще говорят на греческом языке, а на Западе, в Риме и подконтрольных территориях все больше говорят на латинском языке. Так что смешанная, упрощенная форма греческого языка, использовавшаяся зачастую в качестве второго языка, распространенная на территории империи Александра Македонского, и существовавшая с 330 года по 330 год, это тот самый язык, на котором был написан Новый Завет. Что касается дальнейшего развития греческого языка, то с 330-го примерно года греческий язык обычно называют византийским языком, и в Византии, ну по естественным лингвистическим причинам, язык продолжает развиваться, по крайней мере до 1453 года, когда турки завоевывают Византию, и существование византийской цивилизации прекращается, и с этого времени фактически уже говорят о формировании современного греческого языка. Причем современный греческий язык, у него такая немного тоже необычная судьба, он фактически до недавнего времени существовал в двух формах. Во-первых, была форма языка, являющаяся следствием такого естественного лингвистического развития, кайне, потом византийский греческий, и потом обычный разговорный греческий язык, на котором люди между собой разговаривали в Греции, этот вариант языка называют демотики. И был еще официальный греческий язык. Помните, я говорил, что язык Афин периода Золотого века греческой культуры был так популярен, что его пытались воспроизводить. Его, кстати, пытались некоторые греческие писатели воспроизводить в Первом веке, его пытались воспроизводить в Византии, его на официальном уровне пыталось воспроизводить греческое государство, и был такой официальный греческий язык, язык документов, язык правительства, язык образования и так далее, Кафаревуса, который как некое немного искусственное образование строился на языке золотой Греции, но в конце концов вот это искусственное образование трудно было поддерживать, и с 1976 года Греция официально перешла на демотики, и фактически сейчас существует вот один язык, который является таким результатом более-менее естественного развития греческого Кайне, существовавшего в том числе и в Первом веке. Иногда задаются вопросом, насколько язык Нового Завета похож на современный греческий язык, ну может быть просто, чтобы чуть-чуть оценить сходство и различия между тем и другим, а давайте посмотрим на молитву Отче наш на греческом языке Нового Завета и на современном греческом языке. Итак, новозаветный Патахамон, Хоэнтоис Ураноис, Отче или Отец наш, Который в небесах. Я так более-менее буквалистки перевожу, может быть не так, как традиционно, и посмотрите теперь, как это выглядит на современном греческом языке. Патера мас, по ине стус уранус. Если вас чуть-чуть смущает произношение, конечно, не грек, и моё греческое произношение оставляет желать лучшего, но просто я попытался показать, если кто как-то уже привык к чению по-гречески, что и читают традиционно новозаветные тексты, современные тексты, зачастую по-разному. А методов чтения, о разных подходах к произношению мы с вами поговорим на следующем уроке. Ну просто сравнивая эти две строчки, слово Отец, да, несколько, ну оно похоже, чуть-чуть поменялась вот форма обращения Патер, Патера, наш Хэмон превратился в Мас, да, ну и так далее, которые есть в небесах в современном тексте, они вот такой вот оборот, как в древности. Опять Ас, Аэ, 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 Сэ, То, Оно Масу, это на современном греческом языке, либо Хэгэ, Ас, Тэ, То, То, Оно Масу. Оном, то Ономасу, видите, вполне совпадает, а вот досветится, формы образуются немного по-разному. Опять же, в третьей строчке видите, что-то похожее, царство твое звучит похожим образом, придет, немного отличается. Мы не будем, конечно, все это прочитывать, нам не так важно, но вы просто можете, посмотрев, последив по тексту, заметить, что есть исходство, какие-то слова повторяются, какие-то конструкции выглядят так же, а какие-то достаточно сильно отличаются, причем как образование конструкции, так и, собственно, морфология. Конечно, современному греку легче учить греческий язык, чем нам с вами, но, тем не менее, даже современному греку придется учить греческий язык для того, чтобы спокойно, ну, новозаветный греческий язык для того, чтобы его спокойно читать. Хорошо, ну, мы так чуть-чуть посмотрели на историю, но это все истории, теперь что для нас важно, на что нам надо обратить внимание, сосредоточиться? Греческий язык Нового Завета. Результат слияния нескольких диалектов греческого языка в некое одно целое, к тому же чаще всего используемый как второй язык, который люди используют для международного общения. Почему для нас это важно? Дело в том, что в течение долгого времени греческий язык несколько смущал лингвистов, потому что они, сравнивая его с языком Афин, с языком такой классической греческой цивилизации, видели достаточно большую разницу между этими двумя языками, и эта разница объяснялась по-разному. Самых популярных объяснений было два. Одно объяснение заключалось в том, что Новый Завет написан на специальном диалекте греческого языка, который называли языком Святого Духа. То есть Святой Дух создал особый язык, и на этом особом языке был написан Новый Завет. Ну и мы должны, значит, читать и долговать язык Нового Завета, какой-то особый язык, считая, что он не во всем обязан совпадать с известным нам греческим языком и исследовать его правила. Второе было объяснение в том, что язык Нового Завета подвергся очень сильному влиянию еврейского языка, еврейского мышления. И вот эти вот такие особые конструкции непривычные, это такие гебраизмы. И поэтому вот мы должны в свете какого-то еврейского мышления объяснять особенности Нового Завета. Но археологические, прежде всего, раскопки документов первого века, ну или вокруг первого века, которые были проведены в конце 19-го, начале 20-го века, когда просто благодаря археологам мы получили доступ к огромной массе обычных грекоязычных материалов того времени, показал, что Новый Завет, в общем-то, написан на обычном разговорном, общепринятом языке той эпохи. Новый Завет как раз написан на вот этом Кайне, который использовали не писатели, произведения писателей лучше сохранились, подражающие атической грецости, а которые использовали обычные люди в повседневной жизни и повседневной деятельности. Для нас это важно в нескольких отношениях. Прежде всего, язык Нового Завета мы толкуем как нормальный, настоящий, живой язык того времени. Второе. Мы с вами видим некую провиденческую руку, провиденческое действие Божие в том, как был создан язык и создан Новый Завет. Бог создал язык достаточно простой и распространенный по территории всей Римской империи. И на этом языке был создан Новый Завет, который распространился и легко был прочитан на всей этой огромной территории. Поэтому исторические обстоятельства, начиная с завоевания Александра Македонского и все эти культурные преобразования и так далее, привели к возможности быстрого распространения Евангелия, привели к тому, что Евангелие легко могло быть понято большой массой людей. А также, размышляя о греческом языке, мы должны понять, что греческий язык Нового Завета не эквивалентен классическому греческому языку, и то, что было справедливо для классического греческого языка, для Нового Завета не всегда справедливо. Что для нас это с вами обозначает? Ну, во-первых, существуют учебники классического греческого языка. Есть замечательные учебники Соболевского, Казаржевского, Славитинского и так далее. Это учебники классического греческого языка, вы можете ими пользоваться, но вы всегда должны напоминать себе, не все, что там сказано о классическом греческом языке, обязательно применимо к Новому Завету. Существуют словари классического греческого языка Вейсмана и особенно Дворецкого. Вот у меня тут два тома лежат на столе, вот это вот первый том, вот там еще второй том. Словаря греческого языка Дворецкого. Замечательный словарь классического греческого языка, но классического. Он, конечно, учитывает Новозаветную лексику, он даже дает пометки по поводу Новозаветного употребления слов, но нам важно обращать на это внимание. Просто как маленькая иллюстрация заблуждений, которые возникают в этой сфере. Есть такой греческий глагол «олел», который в классическом языке прежде всего бы означал «болтать». Этот глагол очень часто употребляется в Новом Завете, и несколько раз я сталкивался с такими столкованиями. Например, когда речь идет о том, можно или нет женщине говорить в церкви, и употребляется глагол «олел», некоторые толкают следующим образом. Женщине запрещено болтать. Ну, то есть пустая болтовня в церкви запрещена, вроде как она свойственна. Женщинам пустой болтовни не надо, но это не касается какого-то нормального использования учительских даров со стороны женщины. Или, например, когда речь идет о даре языков, да ла лео, болтать, и в свете вот этого глагола пытаются истолковать особенности, связанные с тем, как практиковались языки. Но ла лео обозначал болтать в классическом греческом языке, в новозаветном греческом языке, в кайне ла лео обозначает не болтать, а просто говорить. В таком очень широком смысле этого слова. И мы не имеем права автоматически втискивать классические значения в новозаветное употребление языка. Мы должны разобраться с новозаветными значениями. Ну, пользуясь дворецким, обращайте внимание на пометки, на годы и так далее, тех или иных цитат. Ну, и для каких-то практических целей есть вот такой вот словарь, греко-русский словарь Нового Завета, ньюмана, переведенный на русский язык, в целом переведенный очень и очень неплохо, и как раз посвященный использованию, используемому в Новом Завете греческому языку. Поэтому, если вы откроете, например, в этом словаре ла лео, то прочитайте, что значение этого глагола говорить, разговаривать, сообщать, рассказывать, развещать, звучать, у трубе, греметь о громе. Даже значение болтать они не приводят, а вот в качестве первого значения говорить, разговаривать. Так что, понимайте, на какую информацию, в какой мере вы можете опираться при использовании греческого языка. Ну, и также еще, что нам нужно понять в отношении греческого языка. Я несколько раз говорил слово «вослияние», «упрощение», «второй язык» и так далее. Это значит, что, с одной стороны, может быть, это, конечно, и печально, греческий язык утратил некие тонкости отеческого диалекта. С другой стороны, он стал проще, он стал регулярнее, и он стал легче для изучения, чем если бы мы с вами учили классический греческий язык. Так что мы можем этому порадоваться. Ну, и к тому же, так как язык – это смесь разных диалектов, то нас не очень должно удивлять то, что в греческом языке мы найдем много синонимов. И для обычного языка синонимия, полная синонимия совсем не эпична, и слова пытаются разойтись по значению, чтобы не пересекаться. Но в Новом Завете очень часто попытки развести по значению слова, они приводят к каким-то экзотическим толкованиям. Много слов, употребляемых практически взаимозаменяемым образом. Много предлогов, например, значения которых в существенной степени перекрываются. Это предлоги A, S, N и так далее. Ну, мы все это, конечно, потом обсудим. Очень велика степень перекрытия по значениям. Почему? Потому что разные соединяются между собой диалекты, и вот какая-то избыточность синонимия для языка типична. И вообще избыточность даже в самой речи. То есть там, где греки обошлось без проясняющего предлога, ставят предлог. Ну, и прочие-прочие какие-то конструкции более простые употребляются в новозаветном греческом языке. Так что это не может нас не порадовать, но и должно нас подготовить к какому-то особому восприятию этого языка. Хотя, как я до этого момента все время говорил о греческом Новом Завете, о греческом языке таким обобщающим собирательным образом, но нужно отметить, что греческий язык греческого Нового Завета неоднороден, и все-таки есть разные особенности у разных авторов. Вообще любой язык неоднороден. То есть когда я говорю о кайне, о какой-то общей массе, это же не значит, что все говорят одинаково, так же как не значит, что все по-русски говорят одинаково. В любом языке есть разные уровни языка. Есть просторечие, есть разговорный язык, есть литературный язык. Когда мы разговариваем друг с другом, даже будучи людьми образованными, мы многие конструкции, свойственные литературному языку, не употребляем. В живой речи они будут звучать неестественно, поэтому разговор между людьми – это не литературный язык. С другой стороны, в зависимости от воспитания, образования и так далее, кто-то использует более просторечные выражения, кто-то старается этих просторечных выражений избегать. Поэтому просторечие, разговорный, литературный язык – это типично, в общем-то, для любого языка, и некая разница в уровнях языка, она типична и для Нового Завета. Если так грубо разделить Новозаветный язык по уровням, то ближе к просторечию, ну не обязательно совсем просторечие, но все-таки ближе к просторечию в Новом Завете будет все, что написано апостолом Иоанном, откровение, Евангелие от Иоанна, послание Иоанна. Это очень простой греческий язык. Евангелие от Марка тоже очень простым греческим языком написано. Ну и где-то здесь есть же второе послание Петра. Если говорить о таком разговорном литературном языке, то есть как образованные люди разговаривают друг с другом, на каком уровне, то большая часть того, что написал Павел, находится на этом уровне языка, и Евангелие от Матфея. Если говорить о более литературных формах языка, то прежде всего то, что написано Лукой, это Евангелие от Луки Деяния, это Иаков, сюда приближаются пастырские послания апостола Павла, это также послание Иуды и первое послание Петра. Так что, как видите, есть некий спектр внутри Нового Завета, ну и один край спектра, то есть тот, что ближе к просторечию вам достаточно легко будет переводить, вы уже скоро начнете и сможете это делать. Другой край спектра, где более литературный язык, более защеренный язык, ну вам еще понадобится потрудиться для того, чтобы легко с этим языком взаимодействовать. Но, опять-таки, когда мы пытаемся вот такой спектр нарисовать в отношении Нового Завета, мы должны понимать, что это некое упрощение, потому что вот так в одну линию все не выстраивается. И есть еще один способ описать особенности языка, используемые в Новом Завете, но особенно весь Новый Завет, если его поместить вот в общий контекст Кайнея и попытаться сказать, в чем его особенность, то особенность определяется тремя факторами. Во-первых, если говорить о лексике Нового Завета, то есть о тех словах, из которых состоит Новый Завет, то лексика слова, используемые в Новом Завете, фактически точно совпадают с обычной повседневной речью того времени. Когда археологи раскопали всякие записки, частные письма, которые люди писали друг другу и так далее, оказалось, что их словарный состав такой же, как у Нового Завета. Поэтому лексика Нового Завета, слова Нового Завета – это повседневная речь того времени. Если говорить о синтаксе Нового Завета, то все-таки Новый Завет написан на более высоком уровне языка, даже то, что мы чуть-чуть называли просторечие, на более высоком уровне языка, чем такие вот повседневные письма и записки, которые используют люди. В конце концов, и мы с вами, выходя за кафедру, говорим не совсем разговорным языком. Мы, начиная проповедовать, ну или даже я сейчас начинаю преподавать, немного трансформируем язык, для того, чтобы он приподнялся по уровню. И поэтому, что касается синтаксиса Нового Завета, то синтаксис тяготеет к литературному языку того времени. И еще одна особенность языка Нового Завета, на которую нужно обратить внимание, это стиль. Стиль у каждого человека более-менее свой, и можно при одной и той же лексике, одном и том же синтаксисе, лексика и синтаксис это то, что помогает нам понять друг друга, мы все говорим по-разному. Так вот, на стиль Нового Завета, чтобы нам понять язык Нового Завета, очень большое влияние оказал Ветхий Завет, точнее, греческий перевод Ветхого Завета – Септуагинта. А Септуагинта была Библией Первой Церкви. Я уже говорил, что греческий – язык международного общения. Греческий в качестве второго языка учили почти все. На греческом разные люди общались друг с другом. В каких-то местах греческий просто становился основным языком. Когда Ветхий Завет перевели на греческий язык, то сначала в иудейских общинах, в иллиниевских общинах, то есть среди тех иудеев, которые уже говорили не на арамейском языке, а которые говорили на греческом языке, да, вот она стала играть большую роль. А потом христианство, которое во многом было связано с этими общинами, оно, конечно, тоже стало использовать Септуагинту и пропиталось языком Септуагинта. Как в наших церквях, очень часто мы пользуемся своей речи какими-то стилистическими особенностями синодального перевода, просто потому что постоянно используемый синодальный перевод, он накладывает отпечаток на нашу особенно религиозную, проповедническую речь. Так вот, на новой заветной власти очень большой отпечаток отложился Септуагинта. Итак, какой язык мы с вами изучаем? Мы с вами изучаем Кайне, общую речь, слившуюся из разных диалектов, ставшую международной для первого века до Рождества Христова, достаточно простую, легко понимаемую, в стилистическом отношении следующей ветхозаветной традиции, в словарном отношении напоминающей обычную повседневную речь тех людей, в литературном отношении чуть более высокую и приближающуюся к литературному языку того времени, несколько разнообразную у разных авторов, но, тем не менее, вполне доступную для изучения. И, начиная этот путь долгий, надеюсь, мы с вами его дойдем до конца. Итак, на этом наша первая лекция заканчивается. Я напоминаю, что говорили мы о том, что стоит изучать греческий язык. Говорили о том, что изучая греческий язык, вам прежде всего нужно не тормозить, но равномерно двигаться вперед. И говорили о том, что Бог в своем поведении создал простой, понятный, общедоступный язык, чтобы на нем выразить свое описание. И этим языком нам с вами стоит овладеть.